МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подробнее об этом через несколько минут. Сотрудники МЧС провели рейд по профилактике пожаров в домах жителей частного сектора Краевого центра. Незаконную охоту на грызунов пресекли сотрудники транспортной полиции в Алтайском крае. Подробности в выпуске. Увеличение заработной платы, социальные обязательства перед жителями и участие региона в федеральных проектах. Прогноз социально-экономического развития Алтайского края и региональный бюджет на 2022 год и плановый период обсудили на публичных слушаниях в законодательном собрании. Участники – представители АКЗС, правительства региона и муниципалитетов. Последние в дистанционном режиме. Кроме того, работала прямая трансляция для всех желающих. Выступающие озвучили. Планируемые доходы бюджета края в 2022 году – 130 миллиардов рублей. Из них половина – собственные источники финансирования по доходам от налоговых и неналоговых поступлений. Остальные поступления из федерального бюджета. Расходы составят 140 миллиардов. Корректировки, видимо, будут, потому что федеральный бюджет еще пока верстается. Видимо, будут еще трансферты ко второму чтению. Я думаю, что мы вернемся к первому и уточним еще по доходам, а значит, по расходам наши показатели по бюджету. Второе чтение уже с принятыми корректировками проекта закона состоится 25 ноября, если позволит эпидобстановка, уточнили организаторы. Почти 24 миллиона рублей направили на капитальный ремонт школы в Крутихинском районе. В Волчно-Бурлинской школе строители провели электромонтажные работы, заменили системы отопления, водоснабжения и водоотведения, завершили благоустройство территории. Сейчас они устанавливают двери в кабинеты. Напомню, в крае завершают капитальный ремонт в 88 сельских и городских школах. На эти цели выделено более миллиарда рублей. Уникальную методику лечения рака молочной железы начали использовать алтайские медики. Она позволяет выполнять щадящие операции пациенткам. В нашем регионе их проводят только врачи алтайского онкодиспансера. Антон Кулеш, врач-онколог Алтайского краевого онкологического диспансера, проводит уникальную операцию пациентки с онкологией молочной железы. Сначала доктор берет биопсию сторожевого лимфоузла. Процедура позволяет определить наличие в нем раковых клеток. Для этого вводится специальный радиофарм препарат. После удаления биоматериал передают в лабораторию. Там специалисты исследуют ткань и принимают дальнейшее решение. Если в лимфоузле нет метастазов, операцию проведут без удаления всех лимфоузлов подмышечной впадины. Вся процедура займет около часа. Методика существует для тех пациентов, у кого не доказаны распространения лимфоузлы. То есть с диагнозом неподтвержденными метастазами региональных лимфоузлов. То есть такие пациенты. По этим критериям отбираются пациенты для проведения данной методики. Такие операции стали возможны благодаря федеральному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями». Онкодиспансер закупил специальное оборудование. Новый метод контроль помогает врачам проводить органосохраняющие операции. Теперь доктора не будут удалять все лимфоузлы, а пациентам не придется страдать от отеков в подмышечной области. Проблема при раке молочной железы уже существовала давно. Это отеки верхних конечностей на стороне поражения. То есть в области операции, справа или слева. И отеки возникали довольно-таки серьезные. Сотрудники МЧС провели рейд по профилактике пожаров в домах жителей частного сектора Краевого центра. Сотрудниками Государственного пожарного надзора совместно с работниками Управления социальной защиты населения города Барнула проводятся рейдовые мероприятия в рамках профилактической операции отопления. Особое внимание при этом уделяется приборам отопления, а именно твердотопленным котлам, электронагревательным приборам, электропроводке. Согласно статистике, с начала этого года в Алтайском крае почти 2500 пожаров произошло в частном секторе. Из них 802 из-за неисправности печей. Незаконную охоту на грызунов пресекли сотрудники транспортной полиции в Алтайском крае в отношении 43-летнего мужчины, который застрелил четырех особей бобра, уже возбудили уголовное дело. По данным оперативников, он охотился на берегу реки Катунь в Бийском районе. Однако разрешающих документов, лицензии и разрешения на хранение оружия у мужчины не оказалось. Тушки убитых животных он выбросил, оставил только железы, их используют для изготовления лечебных настоек. В ведомстве пояснили, что дерзкий охотник нанес ущерб природным ресурсам в размере 72 тысяч рублей. На мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 258 «Незаконная охота». Максимальная санкция предусматривает лишение свободы на два года. Но есть и другие примеры. Охотник из Алтайского края спас двух подстреленных гусей в Локтевском районе. Они могут оказаться представителями редкого подвида – гуменника таежного, который занесен в Красные книги почти всех сибирских регионов. Обе птицы не могут взлететь и сейчас проходят лечение в реабилитационном центре. По словам ветеринара Антона Кучера, который выхаживает раненых гусей, сейчас они чувствуют себя хорошо, когда птицы поправятся, продолжат жить в вольерных условиях. За спасение гусей Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края выразило охотнику благодарность. Таких охотников мы поощряем. И знаете, у нас и программа специальная есть, когда за содействие в области выявления правонарушений в области охоты мы даже выплачиваем премии. Если нам сообщили о преступлениях, связанных с незаконной добычей капутных животных, эта сумма составляет 7 тысяч рублей в Алтайском крае. Если касается, например, пернатой дичи, там сумма порядка полутора тысяч рублей. Орнитологи направили фотографии и обмеры птиц на рассмотрение специалистам международной рабочей группы по гусеобразным. Если пернатые окажутся представителями редкого вида, это станет большой удачей для науки. У нас конечная цель, что попытаться создать вольерное поголовье с тем, чтобы птицы могли размножаться в неволе и потом уже думать, как сделать так, чтобы в природе все-таки эта популяция восстановилась. Потому что у этого подвида проблема не в наших охотниках, не в тех местах, где он гнездится, а проблема как раз в местах гнездовок. Он летит в Китай в те места, которые превратились в сельскохозяйственные угодья. То есть ему просто негде зимовать. В Алтайском крае проходит акция «Счастье в конверте». Школьники и студенты могут написать письмо пожилым людям, которые проживают в домах-интернатах региона. Подробнее об этом в следующем сюжете. Ученики Барнаульской школы номер 48 написали письма пожилым людям, которые живут в домах-интернатах региона. Девятиклассница Ульяна Шешина – одна из тех, кто принял участие в акции «Счастье в конверте». Школьница поделилась, почему это важно лично для нее. Они все помнят о ветеранах труда, не все им пишут, не все родственники даже их посещают. И для них это хорошее событие, можно сказать, что целый класс написал каждому из них личное письмо. Акцию «Счастье в конверте» приурочили к месячнику пожилого человека, а организовали ее волонтеры Алтайского центра развития добровольчества. Централизованно ее проводят не только в школах региона, но и в колледжах, университетах. Принимая такие письма, а если это будет не от одного человека, а от нескольких, они будут действительно осознавать, что про них помнят, про них не забывают. И действительно можно будет сказать, что для них вот этот небольшой кусочек счастья был упакован в конвертик. Принять участие в акции может любой желающий. Для того, чтобы отправить письмо в один из домов-интернатов, необходимо связаться с Алтайским центром развития добровольчества по телефону, который вы видите на экране. Акция продлится до 1 ноября. Анастасия Целовальникова, Анатолий Фукс. Новости. А у меня все к этому часу. До встречи в эфире телеканала Катунь-24.